Низ одевается торцевой профиль и прокручивается саморезом полу-гелия. Крепление полу-гелия происходит с помощью вот таких кайфов, с клопом саморезом, со сверлом 4,2 на 19 называется. Шайба, вот такая уплотнительная, диаметром 30 мм, металлическая, цвет даже коричневый. Форточка торцевая, у нее сверху идет куговник, ручка-замок двойная, размер ее 890 на 800, большая, огромная форточка. Сейчас мы ее откроем. Открывается она, ручка-замок с двух сторон, снаружи и снутри, фиксируется на крючок. Видите, мощный крючок оцинкованный. И это закрывается так же легко. Легким нажатием закрывается. Легким открывается, движением руки, легким движением руки закрывается. Крепление поликарбоната происходит с помощью также шайб, защита сот, перфолента, торцевой профиль. Самое главное преимущество, что нахлёст идет на стойкодверную. Видите? Здесь внизу глухарь, то есть глухой поликарбонат, донизу. Также везде защита сот. И на торце торцевая резинка. То есть вот такая подняющая резинка, примыкание стены и крыши. Обратите на это внимание. Теперь пойдемте в другую сторону, на другой торец. Что вам еще рассказать? Установлена теплица в бруску периметру 150, чтобы повыше была теплица. Сейчас мы с вами пройдемся к двери. Дверь сейчас как раз я это делаю. Смотрите. Снизу поликарбоната ставится перфолента с торцевым профилем. А сверху, сверху ставится просто профиль. Поликарбонатный шалк. Сто не закрывается терфолента. Закрывается торцевым профилем. Также это цельная дверь размера. Размеры 890 на высоту 1810. 1800, чтобы быть точнее. Также установлена ручка-замок. И здесь будет еще установлен так же крючок с этой стороны. Обратите, как монтаж происходит листа. Петли прикручиваются на стойку дверную. Потом откручивается петля с двери. И накручивается сверху уже поликарбонатный. В отверсти. То есть надо, чтобы один кто-то проникал. Вот так все. Ничего сложного нет. Дверь готова. Сейчас ее открутят и я вам про нее расскажу. Сейчас мы накроемся внутри теплицы. Смотрите, крепление к фундаменту происходит. Вот смотрите, вот эту стружку обязательно убирайте. Если сама сборка, выбирайте. Особенно между поликарбонатом и металлоконструкцией. Смотрите, если крепление идет в грузу, то крепится саморез 5х70 или 5х80 через шайбу. Видите, это идет в комплект. Если у вас бетонное основание, видите, внизу бетонное основание, то ложится, если вы говорите об этом, то ложится анкер 8х100. Анкер 1. Чтобы можно было закрепить к фундаменту. Идем дальше. Что еще у нас внутри мы видим? Мы видим здесь внутри диагональный усилитель. Их ставится в два штуки. По одной на одну сторону. С одной стороны и за моей спиной второй. Для чего? Для жесткости, более жесткости каркаса. Видите, вот крючок прикручивается. Что еще могу сказать? Значит, весь металлокаркас, он идет в одной плоскости. То есть поликарбонат, если мы видим, он идет в одной плоскости со всем каркасом. Все стрингеры вот эти, ну, кроме усилить. Это диагонального, это он внутри ставится. Все остальное, если мы видим, идет в одной плоскости. Поликарбонат лежит полностью на всей плоскости металлокаркаса. Они изнутри, как у многих, и рука вот так проходит. На это надо обратить внимание. Особя. Соответствующий конек, двойной. То есть первый конек, поликарбонат, и второй конек. И все это в цвет. Сейчас пойдем с вами посмотрим дверь. Дверь. Значит, смотрите, в первую очередь всегда обшивается каркас. Торцевая часть, то есть поликарбонат. Раз, два, три. Потом уже прикручивается. Последовательно прикручиваются петли. То есть каркас, сверху петля на поликарбонат, здесь на каркас. Потом ставится лист поликарбоната. И вот так вот сейчас он обкручивается. Второе ставится, ручка раскрепляется. И потом, вот тут, когда поликарбоната еще нет, а прикручено к металлу, откручиваете ее, надеваете на поликарбонат. И прикручиваете. Вот это крючок для фиксации, как видим, мощный. Вот это обратка. Промок все то же самое, двухсторонний. И вот так все происходит раскрепление двери поликарбоната. Также уголок отлив, как мы видим, сверху идет. Звуки у нас. Видите, какая стройка там. Вот такая дверь огромная получается. Последний штрих в монтаже двери это, так сказать, возвратная пластина. Сейчас я ее не вижу. Миша прикручилась, ее померяем. Позайдем, покажем. Она обязательно, чтобы она не царапалась. Металл не царапал. Видите? Обратите внимание. Здесь специально делается выгиб регулировочный, чтобы было плотнее, не плотнее. Ручка. Аккуратно. Снутри закрывать, вот так вот. Закрывать, открывать. Все, видите? Все. Все. Как в лучших традициях уральской пустырьбы. Ну вот, практически мы вам все рассказали. Такая шикарная теплица получилась. Это получилась у нас капелька. Капелька 2м. Шириной 2 метра. Длиной 4. Высотой 2,35. Комплектация поликарбонат премиум класса. Новатор, защита от сот. Брус 100 на 150 пропитанным антисептиком. Порточка в одном торце размером 890 на 800. И дверь цельная размером 890 на 1800. Уплоднительная резинка. Сейчас будем сдавать. Прекрасные, прекрасные садоводы. Последний штрих это раскрытие фундамента нашего бруса. К бетонному фундаменту сполучен пирог. К простой жиле. Вот так получается намеренно. Готово. Последний штрих. И все. Все готово. А вот теперь самый последний штрих. Это наша фирменная наклейка. Качественный теплица в гарантии. Телефоны. Если что-то показать соседям, рассказать друзьям и знакомым и порекомендовать. такая шикарная теплица красивая. пр良ка. Хемкин. Вот так вот. К flewшной